Неожиданные новости пришли из команды бывшего чемпиона Беллатор, бойца из Омска Андрея Корешкова. Спартанец, уже совсем скоро, 13 августа, проведет поединок на турнире Беллатор 264. Соперником россиянина станет американец ливанского происхождения Сабах Хамаси. Это с одной стороны и хорошая новость, так как Корешков в последнее время дерется очень редко и не очень, так как бой состоится менее чем через три недели, и непонятно в какой форме Андрей к нему подходит. Ведь полный тренировочный лагерь, который обычно длится от 8 до 12 недель, Корешков не проходил, и скорее всего, просто тренировался в обычном режиме. 30-летний Корешков, 23 победы, 4 поражения, 13-4 в Беллатор, выступает в Беллатор с марта 2012 года, и является одним из лучших бойцов в истории организации. Андрей стал чемпионом лиги в июле 2015, одолев единогласным решением бразильца Дугласа Лиму, а также защитил титул от посягательств бывшего чемпиона UFC Бенсона Хендерсона. После этих событий карьера Корешкова пошла на спад, он дважды проиграл Лиме, нокаутом и удушающим приемом, а побеждал после Хендерсона только откровенных середняков. Последний раз в Беллатор бывший чемпион подрался в октябре 2019, проиграв раздельным решением судей Лоренцео Ларкину. Во время паузы от выступлений в Америке, Корешков провел бой в российской лиге Fight Nights, одолев бразильца Адриана Родригеса болевым приемом на руку в одном раунде. Сабаху Хамасе, 15 побед, 9 поражений, 4-3 в Беллатор, 32 года. Помимо выступлений в Беллатор Хамасе засветился в UFC, правда, не совсем удачно, в период с 2016 по 2018 год он проиграл все три боя нокаутами. В августе 2019 Хамасе вернулся в Беллатор, и победил в трех боях к ряду. Но эту успешную серию в апреле 2021 года прервал британский ударник Пол Дейли, отправивший Хамасе в нокаут. Прогнозы на поединок соперник являются вполне проходимым для нашего бойца. Главное, чтобы Андрей был в нужных кондициях, и подошел к этому поединку без повреждений. Также положительным моментом на сегодняшний день является то, что чемпион в полусреднем весе теперь украинец Ярослав Амосов, победивший злого гения, Корешкова, Дагласа Лиму. И учитывая прошлые заслуги Андрея, вполне возможно, что уже через пару побед Корешков может претендовать на бой с Амосовым. Осталось только пожелать нам всем увидеть 13 августа в клетке Беллатор самую лучшую версию Андрея Корешкова. Спасибо за прочтение. Если вам понравилась статья, то ставьте «нравится» и подписывайтесь на канал. До новых встреч на записках диванного спортсмена.